Неужели эта жизнь быть привязанным? Ладно, пусть свое гнут. Самарский журналист и энергетик Владимир Громов записывает песню в необычной коллаборации. В создании нового произведения ему и его друзьям помогает и дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра, и представитель департамента транспорта администрации Самары и муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление. В муниципальном общественном транспорте работник Самарской энергокомпании Владимир Громов ездит часто. При этом особенную любовь по профессиональным причинам он испытывает именно к электротранспорту, который считает очень даже романтичным. Рассказывает, что его друг сделал предложение своей девушке именно в троллейбусе, и скоро у них серебряная свадьба. Это лавстори с хэппи-эндом, собственный опыт поездок в самарских троллейбусах и юбилейная дата привели к тому, что Владимиру пришла мысль написать песню на стихотворение Роберта Рождественского «За тобой через года». В этом тексте лирический герой сравнивает с троллейбусом свою привязанность к любимой, поэтому всегда должен крепко держаться за провода. Написав музыку, Владимир Громов получил официальное разрешение дочерей легендарного советского поэта на использование текста. В социальных сетях наткнулся на текст Роберта Рождественского 1962 года. И мы вот с моим другом Евгением, он здесь ходит записывать звуки, решили сделать по этому поводу песню в жанре советского диска. И в процессе изготовления этой песни мы вдруг с Евгением узнаем, что у нашего троллейбусного управления в этом году юбилей. Так лирическое признание в любви к своим женам гармонично совместилось у самарских музыкантов с посвящением юбилейной дате. 6 ноября самарский троллейбус отметил свое 80-летие. Чтобы песня получилась более реалистичной и живой, авторы проекта попросили разрешение включить в нее звуки настоящего работающего троллейбуса. И для этого отправились в троллейбусное депо номер один, где встретились с водителями рогатых машин с дирекцией транспортного предприятия и руководством профильного городского департамента. Звук какой-то физический, что ли такое, как физика. Это электромагнитные излучения, которые идут, они сейчас с помощью вот этой вот коробочки записываются сюда. И микрофоном записывается то, что происходит в салоне, звуки салона. А потом это, если это вместе наложить, немножко нарезать, это можно использовать уже в качестве музыкального материала. Вот только что со специальным оборудованием звукоснимающим были записаны звуки, которые издает вот сам включенный работающий троллейбус. Они будут там как-то смикшированы, смонтированы, потом положены вот на основную мелодию, на слова, и будет вот у нас такая песня. И вот все жители города ее в подарок получат. Мало у кого вызывает ассоциация при виде на троллейбус, что дай-ка я о нем спою, но у нас получилось именно так. Работа над записью песни еще не завершена, однако голос троллейбуса уже накрепко вписан в ее музыкальное полотно. И у коллектива ТТУ на будущий трек уже складываются большие планы. Можно ее использовать на конкурсах, которые мы там проводим. Можно даже выдержки из этих песней, куплета там разместить в наших трамваях и троллейбусах, чтобы она на какие-то там праздники играла. Поймать звук троллейбуса – только часть творческого процесса. Предстоит завершить работу над записью вокала, аранжировкой, сведением. Высокое качество будущего трека гарантировано тем, что партия Трубы для него исполнена дирижером Самарского муниципального концертного духового оркестра Сергеем Рыбиным. Я всю жизнь в обнимку с Трубой живу, поэтому для меня ничего нового в этой коллаборации нет. Это не первая песня, которую мы с Володей Громовым записываем. Мелодия и музыка, и гармония, и аранжировка, которые были написаны к этим словам, они только, мне кажется, подчеркивают вот это вот энергетическое естество. Для того, чтобы песня получилась на славу и ушла, как говорится, в народ, осталось сделать завершающие штрихи. Было легко. Ну, текст вообще хороший. И Володя тоже хороший человек с ним. Работать приятно. Очень быстро мы это все сделали. Запишем еще бэк-вокалы. Думаю, дня через два-три, да, и недели две, думаю, уже будет готовая песня. В то время, когда в других городах страны троллейбусное движение закрывается, в Самаре прикладывают все силы и возможности, чтобы общественный транспорт развивался. Техпарк пополнялся модернизированными машинами, которые не только используются для комфортной перевозки пассажиров, но и, как выяснилось, дают стимул к творчеству. Ухвачусь за провода руками долгими. Буду жить всегда-всегда твоими токами. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин. События. Светлана Кудрявцева.